Добрый день! Уважаемые наши одиннадцатиклассники, мы продолжаем с вами готовиться к единому государственному экзамену и продолжаем разбирать выполнение задания номер 8, задания, связанного с грамматическими и синтаксическими нормами русского языка. И сегодня мы с вами поговорим о том, как правильно выполнить вот такое задание для того, чтобы не допустить ошибку. Как правильно согласовать, как правильно построить предложение, осложненное приложением? То есть, какая ошибка может возникать здесь? Ошибка, связанная с нарушением построения предложения с несогласованным приложением. С приложениями мы с вами встречались давно, да, начиная с начальной школы, со среднего звена. Мы говорили с вами о том, что есть такие слова, особые слова, которые как бы вот прикладываются к основному слову. Вот обратите внимание, да, такое предложение. Вьется улица змея. Вот улица змея, вот слово второе змея, это и есть приложение. Это то слово, которое будет относиться к главному, основному слову, слову улица. Вьется что? Улица. А вот теперь посмотрите, пожалуйста, к приложению мы можем с вами задать два вопроса. Вьется что? Улица. Что это за улица? Это змея. То есть, вот такая улица, да, или вьется улица. Улица какая? Змея, да? То есть, к приложению мы можем с вами задать два вопроса. Предложение может быть осложнено обособленным приложением. Что это значит? Вот обособленным – это значит выделенным приложением. Кем? Осложнением, благодаря которому в предложении появляется дополнительная, добавочная информация. Обратите внимание на такое предложение. Ко мне подошел Костя, мальчик лет семи. Вот такое предложение. Подчеркнем грамматическую основу. Кто? Костя. Костя что сделал? Подошел. И посмотрим окончание этого предложения. Ко мне подошел кто? Костя. И я могу спросить, задать такой же вопрос. Ко мне подошел еще кто? Мальчик лет семи. А могу задать и второй вопрос. Ко мне подошел кто? Костя. А какой Костя? Мальчик лет семи. Вот мальчик лет семи – это и будет приложение, которое в данном случае будет выражаться обособленным определением. Какие же ошибки могут возникать здесь? Ошибки связаны с чем, ребята? Ошибки связаны с тем, что мы с вами должны хорошо понимать, что приложение также может быть названием. Каким названием? Названием, в принципе, чего угодно. Названием журналов, названием книг. Вот давайте возьмем такой пример. Роман Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Вот данное название «Война и мир» мы с вами должны писать в кавычках. Это приложение. Или роман Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание». Это название «Преступление и наказание» и будет являться приложением. Что значит ошибка связана с несогласованным приложением? Это значит, если в предложении есть то слово, к которому будет относиться приложение, то выражение, которое мы пишем с вами в кавычках, и есть такое слово, к которому оно относится, значит, наше приложение должно стоять в именительном падеже. То есть оно должно быть несогласованным. Обратите внимание на данное предложение. Поэзия пробуждающейся весны раскрывается Федором Тючевым в стихотворении «Весенних водах». Вот так предложение строить нельзя. Здесь возникает ошибка. Мы видим с вами перед нашим приложением, стоящим в кавычках, потому что обозначает название стихотворения, есть понятие. Что такое «Весенние воды»? Это стихотворение. Вот если такое название есть, к которому относится приложение, то слово, которое пишется в кавычках, значит, наше приложение должно стоять в именительном падеже. Обратите внимание, как можно было правильно построить это предложение. Поэзия пробуждающейся весны раскрывается Федором Тючевым в стихотворении. И вот дальше обратите, пожалуйста, внимание, все, что стоит в кавычках, стоит в именительном падеже. В стихотворении «Весенние воды». Что нужно нам понимать с вами еще? Нужно понимать то, что если перед приложением, перед названием, которое мы пишем в кавычках, нет основного понятия, к которому будет относиться наше приложение, значит, приложение тогда должно быть согласованным. Давайте посмотрим на этот третий пример. Поэзия пробуждающейся весны раскрывается Федором Тючевым. В чем она раскрывается? Где она раскрывается? Раскрывается в «Весенних водах». Вот здесь мы с вами уже обязательно согласовываем форму, потому что основного понятия, к которому будет относиться приложение, вот такого основного понятия нет. Вот это мы с вами должны запомнить. Давайте посмотрим и найдем ошибки в согласовании. Так, ну давайте обратим с вами внимание на любое предложение. О первом космонавте России рассказывает Обухова в своей статье «Любимец века». Данное предложение построено правильно. Почему? Потому что мы видим с вами грамматическую основу. Обухова что делает? Рассказывает. Рассказывает она о чем? В статье. То есть появляется вот это понятие, к которому будет относиться приложение «Любимец века». Если у нас с вами понятие есть, значит приложение наше должно стоять обязательно в именительном падеже. Так, давайте посмотрим с вами вот на такое предложение. В «Мертвых душах» Гоголя дается сатирическое описание губернского общества. Данное предложение построено тоже верно. Почему? Потому что нет того основного понятия, не определен жанр, либо название, да, что перед нами. То есть нет этого слова впереди, перед приложением. Следовательно, приложение должно быть согласованным. В «Мертвых душах» Гоголя. Если мы с вами поставим, например, и будем использовать жанр этого произведения, в поэме, значит предложение должно быть правильно построено таким образом. В поэме «Мертвые души» Гоголь дает сатирическое описание губернского города. Так, давайте посмотрим на это предложение. Секрет художественной выразительности картины Левитана «Золотой осени» заключается в ярком колорите в богатстве цветовой палитры. В данном предложении допущена ошибка. Почему? Потому что есть понятие, к которому будет относиться наше приложение. Это картина Левитана. Следовательно, приложение должно обязательно использоваться в именительном падеже. Как будет правильно? Правильно будет так. Секрет художественной выразительности картины Левитана. Какой картины? «Золотая осень». Это наше с вами словосочетание должно стоять обязательно в именительном падеже. Итак, картина Левитана «Золотая осень» заключается в ярком колорите в богатстве цветовой палитры. Так, какие же ошибки могут возникать еще? Ошибки могут возникать в построении предложения с однородными членами. Однородные члены предложения – это те члены предложения, которые отвечают на один вопрос, относятся к одному и тому же слову. Посмотрите, пожалуйста, какие ошибки очень часто допускаются. Неправильное употребление второстепенных членов придаточных частей. Обратите внимание, экономисты говорят о снижении инфляции и что задержки зарплаты больше не будет. Данное предложение построено неправильно. Как будет правильно построить данное предложение? Экономисты говорят – это главная часть предложения. Экономисты говорят о чем? О том, вопрос задаем, да? О чем? О том, как бы. Экономисты говорят, что инфляция снизится и что задержки зарплаты больше не будет. То есть экономисты говорят о чем? О снижении инфляции и еще о чем они говорят? И о том, что задержки зарплаты больше не будет. Давайте посмотрим еще данное предложение. Вот как можно было по-другому сказать? Еще более просто. Экономисты говорят о снижении инфляции и отсутствии фактов задержки зарплаты. То есть данное предложение опять-таки осложнено однородными членами. Экономисты говорят о чем? О снижении инфляции и о чем они еще говорят? И об отсутствии фактов задержки зарплаты. Посмотрим еще раз на предложение. Скоро будет заселен дом, выросший на глазах за несколько месяцев и который приняла комиссия. Данное предложение тоже построено неправильно. Посмотрите, пожалуйста. Во-первых, здесь данное предложение осложнено причастным оборотом. То есть обособленным определением, выраженным причастным оборотом. И плюс еще добавляется. Какая часть? Часть придаточного предложения, сложно подчиненного. Вот такое соединение невозможно. Как будет сказать правильно? Скоро будет заселен дом. А дом какой будет заселен? Выросший на глазах за несколько месяцев и принятой комиссией. Обратите внимание, главное слово к данному причастному обороту, к данному обособленному определению, главное слово, будет слово дом. Дом будет заселен. Грамматическая основа этого предложения. Дом. А дом какой? Выросший на глазах за несколько месяцев. И еще какой дом? Дом принятый комиссией. Вот так предложение будет построено правильно. Или обратите внимание, предложение может быть построено как сложное. Скоро будет заселен дом. Главная часть предложения, сложно подчиненного предложения. А дом какой? Который вырос на глазах за несколько месяцев. И еще какой дом? Который приняла комиссия. Это вот распространенная ошибка, которую тоже часто допускают. Посмотрите, пожалуйста, какие же еще ошибки могут возникать. Нарушение управления в предложении с однородными членами. Обратите внимание на такое предложение. Слушатели передачи ожидали и надеялись на встречу с известным телеведущим. Обратите внимание, в данном предложении ожидали чего? Ответа на этот вопрос нет. Надеялись на что? На встречу, но ожидали чего нет. Поэтому часто ошибка возникает именно вот такого рода, когда есть некая недосказанность, непонятно, что ожидали. Точно так же мы с вами, если разберем второе предложение, увидим такую же ошибку. Я уважаю и восхищаюсь своими родителями. Уважаю своих родителей, восхищаюсь ими. Это понятно. А уважаю кого? Непонятно. То есть возникает ошибка некой недосказанности. Ошибка связана с использованием однородных членов предложения. Спасибо вам за внимание.